Добрый день, дорогие мои друзья! С вами Прибалтийская дача. Хочу сегодня поговорить о винограде, об укрытии винограда, но это больше касается Северо-Западного федерального округа. Зона очень рискованной земледелия, потому что у нас бывает морозов не бывает, бывает морозы резко. То есть здесь не угадать. А как вы видите, даже на заднем плане у меня там розы скоро будут свести, вон еще яблони не сбросили, листву. Как бы так вот. Там даже на заднем плане часть малины. То есть по сути дела, даже вам сейчас покажу, горчица какая у нас. Ну еще помимо горчицы, посмотрите, розы цветут, бархатцы на заднем плане. Вот как бы так вот. То есть по сути дела, даже непонятно, будут тут заморозки, не будут заморозки. Но тем не менее. Ну как вы видите, да, у нас все непредсказуемо. Но я вам хочу несколько таких вот советов порекомендовать. Именно опять возвращаясь для северо-запада. Потому что у нас нестабильная погода. Вот. Чтобы не вымерся виноград. Вот у меня здесь сорт. Видите, как я его уже укрыла на зиму. Здесь сорт августин у меня. Это белый десертный сорт. Очень вкусный, сладкий. Вот. И главное, что? Главное, чтобы у него не вымросла корневая система. Он, конечно, морозостойкий, хочу сказать вам сорт. Очень хороший, сладкий, как я уже говорила. Вот. Но суть того, что он выдерживает даже до минус 20 градусов. Но это он может выдержать, друзья. Это январь, февраль. И когда уже как бы стабильные морозы. А у нас могут такие. У нас бывает и минус 18, и минус 20. Но бывает резко. К примеру, на 2-3 дня. Потом этот мороз спадает. И для того, чтобы подготовить. Вот к таким резким перепадам. Надо обязательно укрыть. Вот у меня, я не ложу на землю, потому что у нас дожди идут. И я как бы завернула в ткань, агроткань. Чтобы, естественно, поднять температуру внутри. И не дать не то, что намокнуть. Вот это вымерзнуть, если вдруг у нас начнутся дожди. Кстати, у нас вчера были дожди. И особенно важно, это корневая система. При любом раскладе, даже если вы где-то живете в другом месте. Не северо-западный федеральный округ. И у вас бывает приблизительно такая погода. То обязательно, значит, надо укрыть чем-нибудь. Ну, у нас тут черепица немецкая. Тут как-то был на нашем участке когда-то давно. Завод кирпичный. Поэтому тут, конечно, есть у нас чем разжиться. И вот эту вот черепицу я специально укладываю для того, чтобы если был дождик, и он этот дождь не намокали эти корни. Потому что потом, если мороз ударит, можно попрощаться с виноградом. Даже если этому винограду уже несколько-несколько лет. И тут моему винограду здесь три года. Естественно, что ветки должны быть у вас коричневого цвета. Все, которые ветки зеленого цвета, это обязательно надо удалять на зиму. Вот, оставляю я здесь до восьми почек. Потому что суть того, что, ну, на всякий случай. Потому что иногда, знаете, как, вроде кажется, что весна наступила, апрель. А потом у нас тоже бывают какие-то заморозки ночные. Вот эта почка, конечно, тоже может погибнуть. Ну, на всякий случай. И вот главное условие, это корневая система. Она должна быть сухая, ничего страшного. Ну, я, конечно, мы все мечтаем здесь, чтобы у нас лежал снег хотя бы 2-3 месяца. Но такого у нас не бывает. И поэтому, кто выращивает виноград в таких малых количествах, как я. Потому что, ну, тяжеловато все это придавливать. Укрывать вот эти вот большие. И знать, что еще ничего хорошего не будет. Снегом это не накроет. Конечно, здесь надо будет и материала побольше. И еще не факт, что это все как бы у нас весной может распуститься и дать нам шикарный урожай. И поэтому вот я просто беру, укрываю корни. Беру материал обыкновенный. Вот как видите, вы можете взять этот акрил, может быть, потолще. Ну, у меня где-то, наверное, 40. Я замотала его в три слоя. Он, во-первых, будет проветриваться, друзья. Значит, даже если будет дождь, это будет все проходить мимо. И ветер все равно подсушит. То есть не до нашей лозе просто-напросто вымокнуть. Так что вот, как бы, совет вам. Потому что, да, он у меня тоже есть. Сейчас подойду, тоже покажу. Там синий виноград висит. Но мы его и не укрываем, и он не вымерзает. То есть на него как бы рукой махнули, и он сам растет. И растет, кстати, шикарно. Даже показывать не буду. Все вы это знаете. Не знаю, это старый софт Изабелла или какой. Потому что он на участке у него уже растет, наверное, лет 40. Вот. А это, конечно, вроде белые, элитные, грозди большие. Вот. И жалко, когда это все выпреет за зиму. И поэтому вот условия, которые надо соблюдать. Это сухая корневая система. Вот. При львом раскладе. Вы можете там какой-то материал взять. Но я думаю, что вы сами найдете. Потому что иногда люди тоже руками разводят. Вроде как ничего. А тут все это. Это, может, еще корневая система. Она просто выпреет там у вас. Так что вот наша зона рискованная земледелия, конечно. Немножко к ней надо более усилий. Там, где снег ложится. Естественно, защита одеяла. А тут, как вы видите, еще и розы будут свести. Вернее, цветут розы и бархатцы. Еще и георгины. Я даже не говорю про настурцию. Настурция вообще пышет. Это сегодня, извините меня, почти середина ноября. Так что, друзья, укрываем виноград. Если у вас есть какие-то элитные сорта. Вот. Потому что, ну, без этого у нас нельзя. Так что до новых встреч. Всего вам доброго. Всегда рада видеть вас на своем канале. Пока-пока.